В Сызрани затянулся ремонт на улице Ульяновской. Участок дороги от пересечения с улицы Володарского до переулка Волжский спуск раскопали в сентябре для замены старой теплотрассы. Срок завершения был назначен к октябрю, но работы подрядчика затянулись настолько, что администрации города пришлось подписать новое постановление. В нем временное прекращение движения ограничили до ноября. И все это время транспорт объезжал котлован по параллельным улицам. Задержка, конечно, произошла в связи с тем, что ремонт теплотрассы и потребовалось ливневую канализацию отремонтировать. Но в настоящее время данные работы завершены. Теплотрассу отремонтировали, но при этом обнаружили участок гнилой ливневой канализации. Закатать ее в асфальт все равно, что заложить бомбу под дорогой. Через какое-то время пришлось бы снова вскрывать покрытие и менять ливневку. Поэтому сделать это решили сразу, комплексно. И это увеличило сроки проведения ремонта. Инженерные коммуникации, закопанные под дорогой на улице Ульяновской, встречались такими старыми, что они лопались то и дело, доставляя жителям большие неудобства. Ливневку заменили, и теперь дорожники укладывают выравнивающий нижний слой асфальтобетона. И тут нужно снова ждать. По ГОСТам должны пройти несколько суток, и только потом можно проверять качество асфальта. Не ранее, чем через три дня, как положено по нормативным документам, будет проведено лабораторное испытание уложенного асфальтового покрытия. И после получения положительного заключения лаборатории, мы только даем разрешение на выполнение основного несущего условия. В итоге на все про все уйдет еще около двух недель. Мешают подрядчикам и дожди. Процесс ремонта ежедневно контролирует глава Сызрани Анатолий Лукиенко. Площадь участка большая – 8,5 тысяч квадратных метров. Проезжей части и еще полторы тысячи квадратов затрагивают тротуар. В скором времени обещают – транспорт поедет по Ульяновской, по старому пути, но по новой дороге. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально.